Новости региона на канале ПС. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. В администрации Архангельска новое назначение Светлана Скомарохова стала заместителем главы города по социальным вопросам. Прежде она работала в правительстве региона в Министерстве труда и социального развития. Представили нового зама сегодня на традиционной планерке в администрации города. Отдельное внимание на совещание уделили вопросу уборки областного центра. 27 мая в Архангельске пройдет общегородской субботник. Частоту будут наводить на придворовых территориях. Жители города, а также администрации города, организации приглашаем принять участие в городском субботнике. Основной задачей мероприятия является улучшение санитарного состояния дворовых территорий по месту жительства, уборка прошлогодней травы, мусора, снятие несанкционированное расплее на рекламных объявлений, очистка внешних элементов зданий, уборка детских площадок, расположенных во дворах. Порядок наводят и в дорожном хозяйстве Архангельска около 2000 кубометров. Мусора и песка еженедельно вывозят с автомагистрали и в рамках двухмесячника по уборке. В порядок приводят и ливневку. В ближайшие дни подрядчики начнут работы по гарантийному ремонту дорог. А вот финал отопительного сезона зависит от погоды. Коммунальные службы ждут потепления. По прогнозам, повышение температуры ожидается с 29 мая. График гидравлических испытаний скорректируют и опубликуют на сайте администрации города. Северяне обновили состав областного собрания. Архангельской городской думы в Поморье прошли дополнительные выборы депутатов. Явка была низкой, а исход голосования во многом неожиданным. За новых депутатов областного собрания голосование шло в трех одномандатных округах. Работало 125 избирательных участков. В списках свыше 80 тысяч человек. Самая низкая явка была в Котласе – чуть более 9%. Результаты голосования таковы. По Вельскому и Шенкурскому районам наибольшее количество голосов получил депутат Вельского районного собрания Олег Сидоровский. А в 20-м округе – это Онежский район – победил бизнесмен Анатолий Назаров. По 14-му одномандатному округу – это город Котлас – победу одержал врач-уролог местной центральной больницы Николай Тараканов. Я работаю в больнице, его давно знаю, он хороший человек. Он будет продвигать все там в области, касаемо больницы, знает изнутри как бы это все. Голосовали два городских округа областной столицы – Варавино-Фактория и Майская горка. В Ломоносовском ДК работали сразу два избирательных участка. Для тех, кто пришел проголосовать – концертная программа, выставка народных умельцев и, конечно, пироги. Несмотря на это, явка все равно низкая. К полудню из более чем двух тысяч избирателей голоса отдали только 106. Те, кто отпускал бюллетень в урну, сразу же давали наказы кандидатам. Надеемся на то, что что-то у нас поменяется. Для молодежи, чтобы здесь было много что-то организовано. И, не знаю, там как стадионы, люди мечтают о бассейне, чтобы было на Варавино. Ну, чтобы наши интересы учитывали, чтобы прислушивались к нашим голосам. Вы считаете, что ваш голос будет услышан? Ну, надеюсь. Все наказы должна взять на карандаш Ирина Черкова. Именно она со значительным отрывом от других кандидатов одержала победу на довыборах в Архангельскую гордуму. Ей отдали предпочтение свыше 60% избирателей. Для сравнения, расположившийся на втором месте Роман Марчук получил немногим больше 17% голосов. Всего, по данным областной избирательной комиссии, явка на выборы составила чуть больше 15%. Само голосование прошло достаточно спокойно. Фактов нарушений закона выявлено не было. То, что касается областных выборов, единственная жалоба, которая нам поступила по одному из округов, касалась информирования избирателей. Мы ее рассмотрели, там нарушений никаких не было. То, что касается фактов подкупа, о которых говорилось в прессе, где-то также в течение дня такие звонки поступали в избирательную комиссию города Архангельска, в органы полиции. На места выезжали оперативные группы. Фактов таких не подтвердилось ни по одному звонку или сообщению. В областной избирательной комиссии заявили, что во время этой избирательной кампании в последний раз действовала нынешняя нарезка округов. На следующих выборах, которые состоятся в 2018 году, из-за сокращения числа депутатов уменьшится и число избирательных округов с 31 до 24. Михаил Меньшенин, Артемий Заварзин, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. Продолжаем выпуск. Сегодня в Архангельске стартовала акция «Внимание детей». Ее цель в преддверии летних каникул – предотвратить происшествия с участием воспитанников детских садов, школьников и студентов. В этом году в Архангельской области отмечен рост ДТП, в которых уже пострадало 47 подростков. Акция «Внимание детей» пройдет до 11 июня. За это время в детсадах, школах и вузах пройдут флешмобы и викторины. А 3 июня в Архангельске состоится фестиваль безопасности для детей и их родителей. В Архангельске продолжается акция по сбору книг для восстановления фондов Плесецкой районной библиотеки. Напомним, это кладовое знание сгорело в ночь с 12 на 13 мая. Накануне на пункт приема, организованный в Добролюбовке, пришли представители землячеств регионального совета национальности и ветеранских организаций. В дар Плесецкой библиотеке они передали почти 500 книг на любой вкус и возраст, от художественной литературы до словарей и энциклопедий. Это такой пласт культуры был уничтожен. Помимо библиотеки сгорел там еще и музей. И не помочь, вот сегодня собрались, вы посмотрите, и диаспоры. Сегодня приходят ветераны, пенсионеры, молодежь приносит книги. Все откликнулись. Это станет таким символом нашего возрождения, нашей памяти. Что касается возрождения самой библиотеки, то в данный момент ведется поиск нового помещения. Северяне вошли в топ-10 сильнейших российских игроков в настольный теннис по итогам игрового сезона. Мужская команда Архамбельского клуба «Родина» оказалась десятки лучших. Честь нашего региона защищали четверо теннисистов. Мастера спорта Кирилл Воробьев, Евгений Петрухин, Павел Тарусин и Артем Двойников. Таким образом, северяне сохранили за собой право выступать в следующем игровом сезоне в премьер-лиге командного чемпионата России. В Малых Карелах прошли соревнования по спортивному ориентированию «Российский азиму-2017». Эти состязания догоняют по популярности кросс-наций и лыжню России. Картой и компасом по всей стране вооружаются десятки тысяч человек. Три сотни любителей и профессионалов добрались до музея деревянного зодчества. «Приехал в основном Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и близлежащие районы. На местности расставлено около 30 контрольных пунктов. Ребята в зависимости от групп нужно выбрать определенное количество». Самым юным участникам соревнований нужно было отыскать и отметиться на 8 контрольных пунктах. От опытных спортсменов организаторы вскрыли до 28 КП. В итоге среди профессионалов лучше других сориентировались на дистанции Архангелогородца Андрей Ходанович и Альбина Палкина. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь и жду вас.